Добрый день! Спасибо всем большое за интерес к этой теме, за то, что пришли сюда сегодня. Я представляю шведский концерн Semron Monsen. Я являюсь директором по продукту Semron Monsen в России. Semron Monsen — это шведский архитектурный концерн с более чем 50-летней историей. В России завтра мы как раз отмечаем 9 лет нашего присутствия. И создание нашего офиса в Санкт-Петербурге. Шведские коллеги, конечно, с большим удовольствием присутствовали бы здесь лично. Но понятно, что сегодня это очень сложно. И Гетеборгский офис на самом деле до сих пор в таком неполном режиме работает в связи с пандемией. Но может быть это и неплохо, что я начну и открою эту тему. Потому что это позволит мне более правильно расставить те ракурсы, под которыми мы тему шведского дизайна рассматриваем именно в России. Сначала вдумаемся в то, что означает шведский дизайн, когда мы говорим об этом в России. Понятно, что это не то же самое, что подразумевает под собой шведский дизайн в Швеции. Сказать шведский дизайн в Швеции — это не будет представлять из себя что-то особенное или говорить что-то особенное о подходах компании. И если говорить о продвижении бренда Сэмбрана Монсона в Швеции и в России, это совершенно разная история. И разная составляющая этого продвижения базируется, в принципе, на одних и тех же качествах, но в любом случае на разных механизмах. Если вдуматься, что мы понимаем под шведским дизайном, когда первые мысли, которые возникают у нас, когда мы говорим, это именно здесь, в России. Конечно, первое, что приходит на уф в таком бытовом комплексном контексте — это Икеа. И на самом деле это достаточно ожидаемо, это совсем неплохо. Это многое действительно говорит не только о дизайне, но очень многое говорит именно о подходе к созданию чего-либо и о подходе шведских коллег, в том числе шведских архитекторов к созданию проекта. Если вспомнить об Икеа, то Икеа — это первая, кто предложила абсолютно уникальную концепцию, компания, которая трансформировала быт в России и показала людям, с каким уважением можно относиться к себе, к своей семье, как можно выстраивать пространство вокруг себя и как можно выстраивать свои повседневные дела и повседневные потребности. И это уникальная концепция в плане именно комплексности подхода, где представлено все, начиная от детского горшка до половника. И при этом можно не обладать каким-то уникальным вкусом, уникальным пониманием, но можно на базе Икеи собрать всегда абсолютно комплексный, функциональный, прагматичный, интересный, приятный взгляд и комфортный дизайн. И наверняка каждый из нас когда-нибудь собирал какой-нибудь фрагмент мебели из Икеи, и когда ты пользуешься инструкцией, ты чувствуешь абсолютно спокойствие, уважение к себе, что о тебе подумали, ты понимаешь, что ты соберешь все правильно от начала и до конца. И на самом деле это абсолютно уникальная история, и это очень сложно повторить, хотя многие пытаются, и часто мы видим образцы, которые пытаются копировать этот подход, но чуткий пользователь все равно чувствует определенный обман, определенное лукавство за этим, потому что это на самом деле целый пласт культуры стоит за этим, целый пласт подхода и философии. И это так просто не восполнишь за 5 секунд. Если мы говорим в более широком понимании, что такое шведский дизайн и какое наше послевкусие после этих слов, шведский дизайн – это определенное высокое качество жизни, это высокий стандарт процессов, стандарт среды, стандарт отношений и абсолютно точно стандарт внутренней безопасности и уважения к человеку. И вот из этой именно философии, по сути, проистекает архитектура, она является одной из составляющих внутри вот этой вот глобальной философии, глобального подхода. Исходя из этого, попробуем ответить на вопросы, чем же руководствуются шведские архитекторы в работе, какие основные составляющие шведских проектов. Если спросить, о чем думает в первую очередь шведский архитектор, работая с проектом, первое, что приходит на ум, он думает не о себе. Он думает о том, для кого создает этот проект. Он думает о пользователе, он думает о том, кто будет жить или пользоваться этим объектом. Он думает о заказчике, который, собственно, платит деньги и ведет свой бизнес. Потому что если не будет доволен заказчик, не состоится проект. Если не будет доволен пользователь, в конечном итоге тоже не состоится бизнес в долгосрочной перспективе. И основные составляющие шведской архитектуры, первое, что шведская архитектура, шведский дизайн, это не архитектура ради архитектуры, ради выражения амбиции. Она создается для кого-то, для чего-то, с какой-то целью. Это форма для жизни внутри. Это не значит, что шведские архитекторы не умеют создавать аконикбилдинг, не умеют создавать амбициозные, претензиозные проекты. Но этим проектам есть свое место. Они должны быть оправданы, они должны создаваться для кого-то, либо для города, либо для общества, либо для заказчика, который хочет таким образом подчеркнуть и выразить свои амбиции. Но шведская архитектура — это не дание моде или тенденциям, хотя, безусловно, она впитывает в себя все самые прогрессивные разработки, прогрессивные решения по экологическому дизайну, по устойчивому дизайну, по технологиям строительства. И об этом отдельно также будет сказано. Но это точно не архитектура ради самовыражения. Она преследует определенную цель. Создание формы для жизни. Жизнь удобной, жизнекомфортной и безопасной. Не только сегодня, а на века вперед. Это забегая в тему устойчивой архитектуры. Первое, что стоит во главе подхода шведских архитекторов в работе, это комплексный подход. То есть проект создается от А до Я. Детальному рассмотрению, детальному анализу подвергается контекст. Когда коллеги шведских архитектов приходят на новый участок, они выискивают, они находятся в поиске той истории, магии места. Они ищут природные, экологические, архитектурные аттракторы. Они раскрывают потенциал проекта, потенциал участка. И, собственно, на этом базируется вся дальнейшая идея проекта. Если этой магии нет, если мы приходим в чистое поле, и, по сути, нет даже ручка или леса, или деревца, за который зацепится взглядом, то, собственно, эта магия, она придумывается, она создается, на это нанизывается весь бренд, вся идея проекта. И, конечно, комплексный подход – это дизайн, начиная с дизайна входной двери до последнего дерева во дворе. Абсолютно комплексная история, где среда является той тканью, которая соединяет все это в единый жилой комплекс и позволяет этому остаться просто чередой разрозненных зданий. По сути, среда и становится брендом и идеей места, и позволяет на базе этого формировать бизнес-идею и формировать маркетинговую стратегию. То есть маркетинг не наращивается на архитектуру, а он проистекает из нее. Именно поэтому роль архитектора в Швеции, она максимально на передовой, она максимально влияющая на проект, потому что именно архитектор закладывает ту основу для бизнеса и для проекта. И если эта основа, эта платформа неудачная, если она не продумана, то и бизнес в долгосрочной перспективе не состоится. И наоборот, если проект максимально продуман, то идея коммерциализуется сама. То есть нет необходимости наращивать на нее продажи, проект сам себя продает и сам о себе говорит. Второе, что находится во главе подхода шведских архитекторов в работе, это максимальный фокус на человека, на человеческое восприятие. Если рассматривать проект всегда в перспективе именно человеческого восприятия, то даже сверхплощади, которые чаще всего в России имеют место быть, сверхплотность, она может быть реализована совершенно по-иному, совершенно по-другому. И даже с прицелом на вот это человеческое... Если проект всегда рассматривается в человеческой перспективе, то даже эту сверхплотность можно реализовать в самасштабном виде. Поэтому архитекторы, приходя на площадку, формируя, например, застройку вдоль видового раскрытия. Предположим, есть река или природный массив, или парк. Шведские архитекторы никогда не разместят первым фронтом застройку, дорогую, выжив максимально ее коммерциализацию, максимально продаваемые самые дорогие квадратные метры. Шведские архитекторы развернут и расположат здание так, что этими видовыми характеристиками и этим качеством будут обладать абсолютно все жильцы, ну или максимальное количество жильцов этого будущего комплекса. То есть это один из постулатов шведского подхода. Качество равно распределенное на всех. Проект всегда воспринимается с точки зрения именно человеческого восприятия, с человеческого ракурса, с точки зрения восприятия будущего пользователя. Что он увидит, подъезжая к комплексу? Что он увидит, подходя к двери своего входа в парадную? Что он увидит, стоя рядом с лифтом? Шведским архитетам свойства максимальное отождествление, максимальный перенос себя в создаваемый проект и рассматривание этого проекта именно глазами будущего пользователя. Поэтому огромное внимание уделяется деталям, нюансам, самоштабностям, качеству материалов, козырькам, ламелям, определенной эксклюзивной кладки кирпича, разному цвету швов. Вот кажется, что все это такие мелкие очень детали, но когда ты находишься в любом шведском дворе, на любом шведском объекте, ты чувствуешь вот это внимание и уважение к тебе, что о тебе подумали, что архитектор полностью встал на твое место. Это вот то же самое, когда мы чувствуем, когда мы собираем что-то на базике, что мы чувствуем, что производитель полностью встал на твое место. И по сути, вот эта граница между производителем, между создателем и потребителем, ее нет. Это производство с человеческим лицом или от имени человека. Вот, в принципе, то же самое, тот же самый подход, не зря я начала именно с Икеи, тот же самый подход прослеживается и в архитектуре. То есть мы чувствуем абсолютное уважение, безопасность, комфорт и внимание к себе. Про эту тему мы записывали очень интересную видео-лекцию, где мы прям ходили по шведским дворам, приближались, смотрели, рассматривали вот эти детали, эти нюансы, нюансы благоустройства, оформления, архитектурных приемов. И, конечно, там вот это вот ощущается в полной мере абсолютный комфорт, безопасность и самоштабность всех решений. Лекцию можно посмотреть на базе консульства в Санкт-Петербурге, мы сделали, записывали такую лекцию. В России мы уже 9 лет, мы научились делать проекты без адаптации. До сих пор есть вот этот стереотип присутствия иностранного архитектора в России, когда задается некая идея, потом она с кустерней нормы, меняется, трансформируется, по дороге отваливается на самом деле что-то самое важное. и, по сути, идея уже не состоится, идея уже не происходит. Мы сквозь терни научились делать не так, то есть мы научились работать абсолютно сообща, в одинаковом таком уровне сотрудничества. И есть определенные нюансы, есть определенные сложности, но абсолютно точно вот то, что мы тоже сейчас продемонстрируем, продемонстрируем, например, проектов, это результат вот этих 9 лет развития. Это наш проект на Симоновской набережной. Мы в 2018 году выиграли открытый конкурс, организованный стрелкой. Выиграли его в такой абсолютно открытой, прозрачной борьбе, предложив нашу идею массинга. Идея эта оказалась достаточно уникальна. И, в принципе, в ней как раз раскрываются, расшифровываются все наши основные подходы, о которых я вначале в такой вводной части проговорила. То есть первая задача, которая стояла перед архитекторами, это справиться с тем, что, по сути, набережная должна остаться общественно-городской территорией, вообще доступной и высочайшего качества. Но при этом там возникает мощный жилой массив с определенной своей амбициозной плотностью. И понятно, что одни не должны мешать другим и наоборот. Поэтому в итоге было принято такое решение разделения этих зон в чисто таком параметрическом виде. То есть мы подняли всю застройку, жилую на некий подиум, на стелобат. Это было достаточно такое смелое решение, но оно нашло как раз отклик у всех, кто инициировал этот конкурс, у заказчика и у организаторов. Соответственно, несмотря на то, что территория осталась абсолютно проницаемой, абсолютно общедоступной, тем не менее возникло вот это разделение, такое ненавязчивое и очень такое естественное. Когда вся застройка поднялась на стелобат, встала на подиум, уступив место общественным городским пространствам, осталась максимально широкая, комфортная, благоустроенная набережная с возможностью доступа, в принципе, со всех сторон, если брать вот этот вот такой длинный, вытянутый остров. Но при этом вся застройка у нас встала на стелобат, и при этом мы старались соблюсти максимально видовые раскрытия. Это как раз вот так же тот принцип, о котором я говорила, что вся застройка расположилась таким образом, что, по сути, практически с каждой квартиры, ну, может быть, за неким исключением, обеспечивается вот этот вид на самый главный аттрактор на Москва-реку. И при этом даже если какие-то квартиры не обеспечены этим видом или не в полной мере, то среда, которая создана внутри, она уже сама по себе аттрактор. И, по сути, в любом случае из окна созданы максимально приятные видовые характеристики, и человеку комфортно и приятно смотреть из своего окна. Соответственно, стелобат весь представляет из себя коммерческий фронт, внутри наполнен паркингом, по фронту коммерческие помещения, то есть набережная пульсирует, набережная живет, люди заходят в рестораны, в фитнес-центры и так далее. И застройка представлена разными модулями, представлена такими вот многосекционными домами с копками, представлена отдельно стоящими точечными башнями, которые выполнены в своем дизайне, которые сейчас на следующих слайдах мы покажем. И отдельный такой премиум в премиум шведский, как мы его называли, между собой шведский квартал, ввиду там в том числе исторические ограничения, он максимально низкой этажности. И когда мы подходили к работе по фасадам, основная идея, которую шведские коллеги предложили, это вовлечь в дизайн башен мотив реки. Мы видим, по сути, отображение таких разных следов на воде после воздействия на нее, то есть либо это такой след после прохождения катера, или такой разрез волновой, или такая рябь на воде. То есть вот эти все мотивы, они были в виде таких диаграммок коллегами-архитекторами зафиксированы и, по сути, легли таким паттерном на фасад. И на всей протяженности именно самой видовой набережной встали три самых акцентных башни, как мы их называли. То есть они подчеркнули основные изменения по геометрии, по подиуму, встали на самые акцентные углы, и каждая из них выполнена в своем уникальном дизайне, но при этом чувствуется, что это все одна семья, что это все дети одной семьи. При этом понятно, что должен быть всегда баланс, и невозможно все эти здания сделать как некими уникальными такими актерами, поэтому часть зданий была выполнена в более типовом варианте, более сдержанном, который уже балансировал всю эту территорию и чуть-чуть выравнивал общий такой настрой. И поэтому подиум действительно воспринимается как сцена, а эти здания отдельно, они как актеры, каждый в своем оплое, каждый играет свою какую-то роль на своем месте на сцене. В целом, основное, что чувствуется и то, что нам удалось создать, в этом проекте, это то, что он, несмотря на свою плотность, несмотря на свою закрытость с точки зрения использования именно жилой среды, он максимально проницаемый и максимально реагирует на город, реагирует на воду, и он дружит с тем, что расположено рядом, он взаимодействует с набережной, взаимодействует с этим активным стилобатом, и это по-настоящему такой очень активный городской жилой сегмент. А что касается вот этого шведского квартала, такого эксклюзивного, в том числе из-за своей слегка другой плотности, из-за своей другой высоты, то здесь, по сути, мы справлялись с теми же самыми задачами, то есть наша задача была реализовать в том числе необходимую заказчику экономические параметры этого проекта, но при этом мы первое, что поставили во главу, это по-прежнему сохранить максимальную проницаемость среды, обеспечить по-прежнему максимальное раскрытие, реакцию на воду, взаимодействие с набережной. И здесь вот на примере этого проекта отслеживается очень хорошо наш основной такой подход в проектах и подход наших шведских коллег, то, что каждая секция выполняется в своем уникальном дизайне. И, по сути, это будет напозднее на следующих проектах еще более активно продемонстрировано, какое-то имеет значение. Эта возможность, используя даже типовые решения, типовые секции, создавать из жилого массива набор уникальных решений. И человек, отождествляя себя со своим домом, он находится не в большом жилом массиве, он видит в этой ткани, видит свой именно, свой дом, свою парадную и может описать, где я живу и чем особенно именно мой дом. И, конечно, это такой достаточно уникальный прием в архитектуре, и он очень свойственен шведским архитекторам и нашим шведским коллегам. Каждому из этих сегментов назначается свой дизайн, огромное внимание уделяется деталям, то есть каждый из этих дизайнов набирает свой определенный инструментарий, то есть какой основной материал фасада, какие детали используются, как озеленяется фасад, и очень внимательно прорабатывается каждый из таких вот сегментов. В итоге все это визуализируется в таком виде, то есть это внутренний двор. Про ландшафтный дизайн сейчас буквально несколько слайдов позднее и, конечно, очень приятные и мощные видовые раскрытия с квартир этих зданий. Если говорить про ландшафт, то, по сути, здесь сама геометрия уже подразумевала некое разделение использования пространств, то есть здесь очень четко отслеживается, в принципе, то, что мы в каждом проекте отслеживаем, иерархия пространств общедоступных, уже получастных и полностью частных. То есть общедоступные пространства — это набережная, которая абсолютно своя среда, своя функция и своя роль в этом проекте. И вот это поле, выделенное на Стеллабаде, оно позволило абсолютно дифферсифицировать пространство уже на этих подиумах, то есть есть и абсолютно закрытые, полузакрытые дворы с детскими площадками, с спортивными площадками, есть определенные зоны, например, вот такие уже мини-пляжи на этом подиуме, когда можно на своем пляже и смотреть на реку. И, соответственно, вся набережная максимально технически функционально оснащена, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки, естественно, пожарные проезды, куда без них. То есть все это максимально продумано и в том числе оборудовано такими уже индивидуальными какими-то решениями, мафами, в том числе вот такой уже уникальной созданной для этого места арт-объект. А, соответственно, если говорить о вот этом нашем южном кластере, если в проектном названии это говорить, то здесь ландшафт уже абсолютно эксклюзивный, абсолютно закрытый, он такой уединенный, просачиваемый в сторону набережной, то есть он заводит людей туда и выводит в сторону набережной. И здесь абсолютно очень внимательное отношение к вот этой границе частного и получастного, да, скажем так, то есть дворового пространства и пространства квартиры, потому что здесь, во-первых, максимально панорамные окна, поэтому в любом случае уже вот этот вот зрительный контакт всегда здесь, всегда присутствует. А, во-вторых, террасы на первом этаже, которые могут быть решены в совершенно разном формате, то есть такое интегрированное, ненавязчивое отделение частной зоны квартиры от общей зоны двора. Ну, когда двор решен в таком качестве, когда он абсолютно безопасный, то вот это нарочатое специальное отделение этих пространств, оно уже не так, ну, не так критично. Это пример нашего подхода уже более таким глобальным задачам, когда мы говорим о создании такого города в городе, когда мы подходим к решению уже организации больших пространств. Основное то, что всегда, чему уделяется внимание, это создание определенного зеленого рекреационного каркаса. По сути, на самом деле, он больше превалирует, чем уличная дорожная сеть. То есть уличная дорожная сеть, она обслуживает этот город, она обслуживает структуру, но она не диктует ее. То есть диктует ее, на самом деле, как раз тот рекреационно-досуговый функциональный каркас, который в основном используется жителям. То есть транспорт — это сервис, а это и есть жизнь. Соответственно, по пути вот этого рекреационного каркаса формируются разные функциональные зоны, различные досуговые площадки, функциональные площадки, коммерческие площадки. Социальные объекты равномерно распределяются по всей застройке, а транспортные объекты только ее обслуживают и играют функциональную роль. Здесь очень хороший пример, как шведские коллеги подходят как раз к формированию вот таких вот жилых районов. Основной акцент, основной упор всегда шведские коллеги ратуют за плотность. То есть не за погоню за этажностью, высвобождение, минимизация футпринта, а именно за абсолютно самоштабную, плотную, такую интересную, разнообразную среду. То есть они максимально дробят объем, они играют ими, они чуть-чуть поворачивают, чуть-чуть уступами работают, и в итоге получается абсолютно эмоциональная живописная застройка, то есть она абсолютно нерегулярная, и там приятно, интересно находиться. Это постоянно в любом ракурсе что-то меняется, возникает что-то новое. При этом на таких вот зонах, которые формируются за счет этих уступов, возникают небольшие стихийные скверики, небольшие стихийные зоны отдыха, возникают террасы ресторанов или кафешек, которые там встроены в первые этажи. А внутри дворовых пространств там уже то, что функционально обеспечивает этот конкретный двор. И, конечно, вот это ощущение безопасности, когда ты ребенка выпускаешь вот в такой небольшой двор и, по сути, видишь его из окна, конечно, это неоценимо. А что касается работы уже с объемом и вот с этим вот самоштабным как раз подходом, о котором я вначале говорила, основные приемы это то, что всегда идет игра этажностью, всегда в сторону вот этих рекреационных пространств идет уступами, снижается этажность, формируя визуальное снижение вот этого массива застройки. И в том числе используются вот такие приемы, когда идет уступами фасад даже в плоскости, он постепенно вот уступает и, находясь с высоты человеческого роста, ты воспринимаешь этот объем не громоздким, а абсолютно таким вот уходящим лесенкой постепенно наверх. И, соответственно, вот то, что у нас получилось уже в таком эскизном варианте, вот здесь хотелось бы уже в добавление к тому, что было сказано в предыдущем слайде, сказать, что социальные объекты, мы ратуем за то, чтобы не создавать социальные кластеры, выделяя где-то в середине всей застройки большую зону, там, с садиком, школой, еще с чем-то, потому что, по сути, это формирует такую градостроительную воронку, а в вечернее время это формирует такой пустырь, потому что в вечернее время школы у нас, садики, естественно, уже не функционируют, в отличие от Швеции, кстати, где они коммерциализированы в большей степени. И, по сути, это возникает такая зона отчуждения уже в вечернее время и в выходное время, конечно, тоже. Поэтому садики школы распределены по застройке, и они абсолютно полностью участвуют в общем архитектурном ансамбле, тоже позднее чуть-чуть об этом будет сказано. Соответственно, на углах появляются более акцентные элементы, вот такие стеллобаты с отдельно стоящими башнями, и вся застройка изиферсифицирована по этажности, и на рекреационный каркас нанизаны различные разнообразные функциональные зоны, зоны отдыха, амфитеатры в центре, спортивные площадки, детские площадки, по сути, такие большие плейхабы, активный спорт. И, по сути, когда мы смотрим на модель застройки, мы понимаем, что она максимально разнообразная. То есть мы за счет игры с этажностью, за счет вот этих движений по посадке зданий, движений по изменению по объемам зданий, появлению скатных кровель, по сути, у нас с каждой точки у нас формируется какой-то новый вид. То есть мы все время меняем картинку, то есть среда становится максимально разнообразной. То, как мы подходим к решению фасадных историй, об этом забыла в вводной части сказать, что шведы всегда выбирают природные оттенки, максимально природные оттенки и фактуры, которые приятны человеку. На самом деле не нужно ничего изобретать, все устойчивые, красивые цвета, которые приятны людям, они вокруг нас, кому не понравится цвет василька или цвет мха или цвет древесной коры. То есть мы стараемся искать вдохновение также в таких очень простых природных вещах и, соответственно, отталкиваясь от этого, подбирать общую палитру. Очень важно сейчас упомянуть о том, что создавая такие большие территории, очень важно в них не потеряться. Нельзя подходить однотипным дизайн-кодом на всю территорию с однотипным дизайн-кодом фасадов. То есть здесь очень важно, с одной стороны, принцип сопричастности, когда человек может сказать, что я живу в таком-то жилом комплексе, и он чувствует это и чувствует за этим бренд этого комплекса и силу этого бренда. Но, с другой стороны, он должен чувствовать идентичность в этом большом массиве и иметь возможность узнать именно свое жилье и сказать, например, я живу в красном доме с покатой крышей. Это достигается путем вот такого растягивания неких инструментов работы с фасадом на всю территорию. Вот здесь пример того, как это происходит. Пример нашего другого жилого комплекса, где мы формируем среду вдоль искусственного, но, тем не менее, это бессловный аттрактор, канал. И здесь была задача, с одной стороны, и закрыться, создать дворовые понятные объемы, дворовые пространства безопасные, но при этом, с другой стороны, обеспечить, опять же, максимальное раскрытие, максимальные виды для всех. И сделана вот такая вот история с такими подиумами, которые всю эту застройку формируют по периметру, но при этом обеспечивают максимальное раскрытие и виды для всех жильцов. Здесь также принят абсолютно приятный глазу настрой работы с фасадом. И вот часто у нас получается, что когда мы видим проектную визуализацию, благодаря вот такому подходу и применению естественных, природных оттенков, цветов, у нас ощущение, как будто это здесь и было, как будто это здесь и стояло всегда, и настолько жилой комплекс интегрируется в контекст. И, конечно, ландшафт — это то, что соединяет все воедино, то, что формирует историю и бренд места, и то, что позволяет потом проекту самому себя продавать. Конечно, мы очень рады, когда есть возможность смотреть на проект в комплексе, и когда жилые объекты рассредоточены вокруг вот таких вот общих территорий. Создается целая нить, которая подхватывается еще с начала разработки идеи, концепции. В данном случае общий мастер-план концепции в самом начале был разработан голландским бюро, и, соответственно, были присвоены достаточно очевидные названия улицам. Тюльпанов, Голландская. Мы, соответственно, это подхватили и реализовали полностью уже в ландшафтном дизайне. И, конечно, такой подход позволяет сделать на этой платформе среду для возникновения сообщества, такой коммунный в хорошем смысле этого слова, где могут проводиться общие мероприятия, может организоваться такой календарь событий. Конечно, все это нагрузка на управляющую компанию, но это абсолютно точно за этим будущее. А вдохновение мы искали также в таких абсолютно природных мотивах. Сейчас уже пролистаю, так как время потихонечку у меня начинает поджимать. Вот, соответственно, визуализация этого комплекса. И наш проект, который, на самом деле, мы чувствуем, что он скоро начнет брать архитектурные премии, это проект для компании «Елки Девелопмент» в Новосибирске. Получилась абсолютно шведская, уникальная история. И, конечно, мы рады, что он состоялся в таком качестве, и сейчас идет стройка. По сути, вот здесь как раз подход нашей работы, то есть как мы учитываем ограничения, как мы реагируем на контекст, как мы раскрываемся, в данном случае, к озеру нам. Повезло, рядом было озеро. И, конечно, вся застройка, она максимально раскрыта на это озеро. Озеро вовлечено, естественно, в среду, в ландшафт. Проработана полностью набережная. И все объемы, они реагируют, разговаривают с водным объектом. И все раскрыты и максимально интегрированы в ландшафт. Также несколько слайдов по дизайн-коду и нашу получившуюся визуализацию абсолютно мини-швеция в Новосибирске. Так что скоро, видимо, переедем в Новосибирск. Несколько примеров другого подхода, когда мы работаем не более такой неживописной, протяженной историей рекреационной, а формируем застройку такими жилыми кластерами. Но, опять же, всегда соблюдаем вот эту иерархию пространств, когда есть дворовое понятное пространство, безопасное, закрытое, и жильцы понимают, что это мой двор. И есть пространство, которое уже на пересечении этих нескольких дворов, и у них может быть задана разная тематика, и в разном стиле может быть решен дизайн этих зон. И, по сути, возникает такая история, интересная, разнообразная, когда ты двигаешься, и по пути у тебя возникают разные аттракторы и разные виды досуга. Конечно, когда мы говорим о шведском дизайне, очень важный фактор – это оформление и планировочное решение входных групп. Все мы помним, как выглядит наша парадная от нашего родного дома, где мы родились, дом родителей. То есть это и есть то, что отображает наш дом. Поэтому безумно важно уделить внимание именно входной зоне, то, как она выглядит, как она оформлена. Если говорить про Швецию, то входные зоны максимально компактные, максимально рациональные, функциональные. Они, на самом деле, совершенно не раздуты, но в том числе из-за того, что нормы несколько другие. У нас возникают тамбуры, двойные тамбуры и так далее. И здесь как раз примеры такой прям типичной шведской входной группы с обеспечением такого общего совместного пространства, которое же вместе используется с жильцами, с возможностью тоже какого-то досуга, организации летней кухни и так далее. А входы абсолютно простые и абсолютно компактные. Конечно, основное – это просматривать безопасность, правильная, удобная логистика. И, конечно, это место формирования бренда. То есть это то, где застройщик, девелопер еще раз может сказать – это мы, это наш жилой комплекс, и он так выглядит, и он с таким качеством и заботой сделан для людей. Если говорить про планировочные решения, планировки примеры показывать очень сложно, потому что по ним надо сразу бродить, ходить и их изучать. Но основные принципы на этом слайде все-таки, то есть основное – это то, что максимально просторный вход, максимально просматриваемость пространства. Конечно, всегда в освобождении максимальной площади именно для living room, то есть это совместного использования, самая основная комната, где, в принципе, все собираются жильцы. Это кухня, гостиная, столовая. И спальни чаще всего небольшие, даже иногда слишком небольшие. То есть бывает, что в шведских проектах спальни встречаются по 7 метров квадратных, у нас, конечно, это совсем не тенденция. Но основные принципы как раз здесь перечислены, и, конечно, это очень активное участие балконов и в планировочных решениях, и, конечно, в фасадах. Это очень влияет на визуальный облик, на восприятие объектов в Швеции. Открытые, глубокие, просматриваемые балконы, которые участвуют в фасаде. И здесь пример как раз нашей планировки в объекте Scandi Club в Петербурге, которая реализована, в принципе, по этим основным принципам. Сначала она воспринималась весьма сложно, так как центром, ядром является ванная комната, но затем, по сути, эти планировки, в итоге эти квартиры разлетелись. Особенно, когда был сделан шоу-рум, и было показано, как можно использовать это пространство. И это такая необычная... По сути, это формат, который сразу предлагает и формирует определенный сценарий жизни в этой квартире. При этом, при желании, можно даже кухню, например, отгородить перегородкой, сделать из нее дополнительную комнату, вынести кухонное оборудование в зону, например, где столовая. То есть это планировки, которые включают фантазию и предлагают жильцам сразу начать выстраивать пространство и жизнь на базе вот такого подхода. Вот, за этим, в принципе, все. Свою часть закончила. Спасибо большое вам за внимание. Передаю слово бывшему коллеге. Добрый день, меня зовут Константин Соколов. Я здесь выступаю в качестве независимого эксперта по устойчивости, в том числе устойчивости в архитектуре. Я хотел бы рассказать о том, что для Швеции, для шведского дизайна и архитектуры, с которыми я довольно хорошо знаком, я уже почти 20 лет с этой темой связан, для них ДНК, собственно, устойчивость от ДНК и шведской архитектуры, и шведского дизайна. Времени у нас относительно немного, а материала очень много, поэтому я, наверное, буду двигаться очень быстро. И если я что-то не успею сказать, прошу прощения. Если говорить об устойчивости, то это широкая тема, но надо помнить о том, что эта тема комплексная. Я не случайно здесь показываю слайд, это цель устойчивого развития, сформулированный ООН. На самом деле, на сегодня, если говорить об устойчивости, стоит опираться именно на эти цели, потому что это наиболее систематизированная история, касающаяся того, с чем устойчивость следует есть. Если, так сказать, немного укрупнить эту схему, то, говоря об устойчивости, стоит помнить, или, так сказать, сегодняшнее понимание комплекса этих целей устойчивого развития бьется, так сказать, на три основные группы. Это экономическая, социальная, экологическая устойчивость. Это вещи, которые достаточно сложно отделить одно от другой, поэтому, говоря там о любом аспекте экологической устойчивости, мы обязательно затрагиваем экономику и социальные аспекты. Вот. И, собственно, вот через эту призму мы попробуем взглянуть на то, что происходит с архитектурой и дизайном в Швеции. Надо сказать, что это абсолютно не новая история. Так сложилось, что исторически, географически, культурно, политически Швеция очень хорошо была создана, так сказать, для темы устойчивости, начиная с того, что эта страна традиционно опиралась на лютеранские ценности, достаточно много лет назад сформированные. Вот. И, во-вторых, в Швеции, как во многих скандинавских странах, так сложилось, что большинство населения было лично свободно и, собственно, само определяло собственные модусы вивенди, обладало собственным жильем, пусть даже достаточно компактным. Еще надо помнить о том, что природа в Швеции в основном, так сказать, не самая благоприятная на большей части территории, но при этом люди научились с природой жить в гармонии, брать от нее ровно столько, сколько нужно, сохранять ее для того, чтобы она воспроизводилась. При этом они научились максимально использовать природные материалы, такие как камень, дерево, собственно, все, что природа им давала, они научились, так сказать, применять максимально компактно и функционально. И поэтому, когда в начале 20 века стали популярны идеи Баухауса, движения искусства и ремесла, так называемый международный стиль, это история, которая очень хорошо легла на шведскую почву, потому что, собственно, даже вот это такое среди модных хипстерских понятий, таких как хюги, люки, там, лагом, шведское словечко лагом, это, собственно говоря, такое непереводимое слово, которое обозначает разумную достаточность, это то, что выросло в том числе из некой лютеранской модели поведения, скромность в самовыражении, так сказать, максимальное использование материалов, функциональность и минимализм. Вот, но, собственно, здесь такой, это небольшой такой пантеон шведских отцов, там, дизайна и архитектуры, тех, кто заложил основы этой истории, на которые можно опираться сегодня. Вот, любопытно, на самом деле, что в начале 20 века многие из этих людей сформировали концепцию, которая потом была замечательно реализована, в том числе и Икея. Наталья про Икея сегодня уже сказала, я про нее тоже расскажу. Вот, в 2018 году в Стокгольме прошла выставка, которая называлась «Хеннед Стэльнин», переводит на русский язык, это такая, типа, выставка «Красивый дом» или что-то такое. В общем, в рамках этой выставки передовые архитекторы и дизайнеры, включая, там, например, всемирно известного Гунна Распунда, задались целью создания максимально удобного пространства для жизни простого человека. Дело в том, что вот, там, рабочие и основная масса населения жили в очень компактных и очень стесненных жилищах, и как раз вот идеологи нового функционализма занялись тем, что они предложили людям новые решения в планировках, компактную функциональную мебель и все то, что могло бы жизнь людей даже в этом сжатом пространстве сделать удобным. Вот здесь некоторые есть фотографии с этой выставки. Вот. Надо сказать, что эти люди в конечном счете сформировали феномен Икеи. Вот, собственно, вот этот господин после знака равенства, это Ингвар Кампров. Это тот, кто создал компанию Икея, к сожалению, он не покойный, но прожил очень яркую, интересную жизнь. Человек, который, собственно, сделал дизайн во всех его проявлениях, доступным для основной массы людей. И это очень важно, потому что вот эта вот идея человекоцентричности, идея внесения красоты и удобства в жизнь отдельного самого простого человека, это, собственно, то, что красной нитью проходит через идеи шведской архитектуры и дизайна, и то, что является, я считаю, основным базовым принципом устойчивости. Наталья уже сегодня говорила об этом. Действительно, человек является центром этой системы, и все, что связано с образом его жизни во всех малейших проявлениях, абсолютная ценность, и вокруг этого, собственно, система и выстроена. Теперь об Икеа, может быть, те вещи, которые не лежат на поверхности, но, тем не менее, являются существенной частью ее концепции. Я не буду говорить обо всем, там, про темы, там, вторичной переработки и про то, что, в общем, лежит на поверхности. На самом деле Икеа, и слава богу, что она по-прежнему остается частной компанией, а не акционерной компанией, вот, потому что, входя много-много лет в топ-50 Forbes самых крупных компаний мира, она сама может, независимо от воли, так сказать, акционеров, формировать собственные ценности, самостоятельно их реализовать, нести в массы и, собственно, сама оценивать их экономическую состоятельность, привлекательность или доводить эти идеи до состояния этой привлекательности. Вот, и Икеа может себе позволить проводить огромное количество исследований, воркшопов, запускать всякие тестовые коллекции, вот, вот этот слайд касается проекта Икеи в Великобритании, где в ассортимент Икеи входят, например, солнечные батареи и накопители энергии, потому что в Англии было посчитано, что там достаточно большое количество частных домохозяйств, частных домов, и, собственно говоря, использование вот этой системы, с учетом ее цены, позволяет людям эту систему окупать, по-моему, в течение двух лет за счет экономии на электроэнергии. Это другой кейс, это воркшоп, который Икеа проводила в Японии, с одной из местных ассоциаций, которая занимается городским пчеловодством. Дело в том, что вот история поддержания биоразнообразия, это одна из тоже ключевых тем сегодняшнего дня. Вот пчелы, как это там ни странно и ни смешно, это один из видов насекомых, который, собственно, определяет биологическое разнообразие сегодня, и при этом это третье по скорости вымирания группа живых существ на Земле, и поэтому их воспроизводство, их популяции, это очень важная история. Прямо чуть позже я вам покажу кейсы из Стокгольма, где, собственно, использование насекомых в городской среде играет очень важную роль. Эта тема доступности сейчас тоже одна из ключевых тем. В Икеа была разработана такая коллекция различного рода атрибутов, дверных ручек, каких-то устройств, которые позволяют людям с ограниченными возможностями пользоваться мебелью и всеми предметами обихода свободно и делает им среду максимально доступной. Это кейс про другой аспект, про, так сказать, способствование оседлости цыган. Потому что на самом деле цыгане по-прежнему одна из самых таких по-своему проблемных и не социализированных национальностей в мире. Во многих странах, так сказать, гонимых. И вот Икеа, в частности, сотрудничала с румынскими цыганами, разработав целую коллекцию предметов домашнего обихода, которые были сделаны ремесленниками цыганскими для Икеи. Ну и история одна из последних, которую знаю я, это серия мебели для людей с ограниченными возможностями, людей, пользующихся инвалидными креслами. Для них создана была целая серия мебели. И в том числе, насколько я знаю, были разработаны решения планировок даже для очень компактных квартир, где эти люди могли бы с помощью этих колясок, передвигаясь, пользоваться всеми предметами интерьера. Надо сказать, что тема Икеи может обсуждаться очень много, потому что у Икеи есть суперинициативы, связанные с зеленой энергией, с новой мобильностью и так далее. Все эти истории реализуются, кстати, в России. Если будете следить за публикациями сайтов, то можете все это найти. Если хотите, можете посмотреть трансляцию недавно прошедшего форума Smart Cities Moscow, где директор компании INC, это компания, объединяющая все активы Икеи в России, выступал и рассказывал в частности об этих вещах. Помимо Икеи, я буквально двух кейсов коснусь, связанных с устойчивостью. Это история, есть такой очень интересный дизайнер-кабиро, который называется Formas with Love. Такие очень модные и интересные ребята. Вот один из последних проектов, который они запустили. Это проект, средств для ухода за телом, который разработан таким образом, чтобы он не использовал одноразовые упаковки, а не производят их в виде порошка. И на самом деле это франшиза, в том числе, насколько я знаю. Этот порошок разводится водой, и можно купить вот эти наборы порошков, набор диспенсеров для них, пользоваться ими бесконечно, просто покупая вот эти вот компактные очень вещи. За счет этого компактизуется упаковка, минимизируются расходы на хранение, транспортировку и так далее, и не выбрасывается пластиковая тара, которая, как вы знаете, является одним из серьезных загрязнителей. Это другая история, с которой я в свое время столкнулся. Я участвовал в выставке, которую проводил шведский журнал Forum. Это журнал, посвященный предметному дизайну. Так вот, 80% экспонатов на этой выставке касались социальной инклюзии, доступности и вообще вещей, которые связаны исключительно с организацией человеческой жизни. Слева это разработанное шведскими дизайнерами инвалидное кресло, которое весит всего 4 килограмма. Там на картинке даже видно, да, что оно весит как 4 пакета молока. Дело в том, что во многих европейских странах, и в Швеции тоже, люди с инвалидностью не как балласт или какая-то проблемная часть населения. Это люди, которые полностью интегрируются в жизнь, могут, так сказать, свободно заниматься любой работой. Для них адаптированы там входные группы, пандусы. И вот, в частности, вот эта разработка, это история о том, что человек может обладать складной инвалидной коляской, которую он может там легко переносить вся за спиной в рюкзаке, передвигаясь в транспорте или в машине, не занимая много места, быстро ее раскладывать, при этом она, так сказать, практически ничего не весит. Правая история еще прикольнее, это такой, знаете, по принципу есть такие инерционные фонари. Это такая система, разработанная для мест там в Африке, в каких-то дальних горных районах, где с помощью инерционного генератора, который приводится в движение грузами, можно, так сказать, с помощью инерции, опускающейся груза, вырабатывать энергию, который приблизительно в течение 45 минут будет питать лампочку светодиодную. Вот такие вот иллюстрации того, что такое устойчивость, и каким образом на это смотрит шведский дизайн, и насколько эта история цена для дизайнеров, правда, они так много времени этому уделяют. Про пространство Наталья уже сказала важную очень вещь, связанную с организацией пространства, с ее просматривающей, просматриваемостью, с созданием видимости объема, при том, что сейчас размер квартир в Европе, в том числе, стремится к минимуму, по целому ряду причин, в том числе за счет перераспределения пространства внутри зданий в пользу общественных, и уменьшение жилого пространства, кроме всего прочего, современное жилищное строительство дорогое, с учетом очень жестких требований к экологии и энергоэффективности в Швеции, во всяком случае, поэтому уменьшение пространства, это в том числе история про доступность жилья массовому покупателю в Швеции, тоже эта проблема стоит достаточно остро, и сейчас не буду погружаться в детали, но суть в том, что при этом, сори, проскочил, очень важно помнить о том, что организация пространства, в том числе, выстроена таким образом, вы видите, вот левая картинка, это из существующих сейчас нормативов к проектированию, жилье обязательно устроено таким образом, причем любое и все жилье в Швеции проектировано таким образом, чтобы человек на инвалидной коляске мог там свободно передвигаться в любом месте. Нормы, там, расстановки мебели, движение человека внутри, посещение санузла и так далее. Правая картинка, это тоже очень интересная история, это история как раз из времен начала развития индустриального домостроения, когда, так сказать, поведение человека на кухне, которое, собственно, являлось одним из важных и сейчас является таким важным и жизненным, и социальным, так сказать, узлом в жилье, было хронометрировано, вот, и рассчитано, сколько времени там человеку нужно для того, чтобы дотянуться там до каждой точки в кухне. Вот эти размеры 60 на 60 на 60, которыми мы с вами пользуемся до сих пор, это все из тех времен, да, то есть это пространство, оптимизированное под поведение человека в реализации обычных домашних функций. Самое интересное, что эти нормативы дожили до сегодняшних дней, и каждый шведский архитектор владеет приемами планировки кухонь, особенно при условии того, что сейчас они всегда абсолютно интегрируются в жилое пространство, а не делаются изолированными. Ну, собственно говоря, вот этот пример однокомнатной квартиры из люксового такого жилого комплекса в Стокгольме, где все абсолютно габариты рассчитаны с учетом того, о чем говорилось выше. Теперь про устойчивость, если говорить о ее, так сказать, глобальности для Швеции. Дело в том, что в Швеции устойчивость сейчас это как бы политический коммитмент. Вот это очень интересная такая диаграмма. Она старая, к сожалению, я не нашел более свежих сведений. На самом деле любопытно, что это 2008 года данные о том, что Швеция смогла выстроить такую модель политико-экономическую, при которой она смогла, так сказать, заботиться об окружающей среде, снижать энергопотребление, при этом повышать уровень жизни и ВВП страны. То есть ВВП в абсолютных цифрах за последние 40 лет вырос почти в два раза, при этом существенно снизилось энергопотребление, энергоемкость экономики и воздействие на окружающую среду. То есть в Швеции умудрились выстроить такую систему, которая, собственно, работает сегодня как экономический механизм как раз на сохранение окружающей среды, экономии ресурсов, разумном потреблении и механизм социальной устойчивости, но таким образом, что все это помогает экономике развиваться и зарабатывать. Соответственно, если говорить про социальную устойчивость, это, наверное, один из самых таких сложных для понимания аспектов. Вот здесь есть перечень критерий социальной устойчивости, на которые в том числе опирается шведская модель. Если опускать ее на уровень жителя, мы сейчас говорим об этом, потому что сейчас перейдем, так сказать, к тому, что касается градостроительных моделей и архитектурных инструментов, то все это приводит к тому, что человек привязывается к тому месту, где он живет, он хочет, чтобы там жили его родственники, он хочет в этом месте работать, он хочет там потреблять услуги, тем самым обрекая это место на успешное развитие на протяжении многих последующих поколений. Ну, у меня не нашлось, к сожалению, шведских материалов. Сейчас в Швеции работают над моделью, там вот во Франции обсуждается концепция 15-минутного города, в Стокгольме сейчас обсуждают концепцию минутного города. Это такая некая условная схема доступности сервисов в рамках пешей, в том числе, доступности внутри городской застройки. Опять же, это очень важный аспект, который отражает то, о чем я говорил, с позиции социальной устойчивости. С позиции того, как устойчивость окупается в экономике, у этого есть огромное количество разных, так сказать, факторов, влияния и результатов, но очень важные аспекты – это рост монетизации земли и коммерческой недвижимости, это привлечение инвестиций, соответственно, и снижение затрат на здравоохранение, охрану окружающей среды, социальные издержки, снижение преступности, комплексное развитие науки и образования. Ну, если говорить о одном из важных инструментов, который для этого используется, это синергия. В данном случае показана схема синергического объединения инфраструктурных блоков внутри современных городских проектов, когда все они настолько тесно переплетаются и замыкаются в единую систему, что способны давать огромный суммарный эффект. Мы позже это проиллюстрируем на проектах. На самом деле, можно там увязать в одну систему водоочистку, водоснабжение, управление отходами, городской транспорт и энергетику. То есть, например, как это делается в Стокгольме, осадки канализационных стоков используются для производства биогаза, биогаз используется как топливо для общественного транспорта, часть отходов используется как топливо для выработки энергии. И, собственно, есть проекты, которые сегодня уже реализуются, показывающие, что технологическая очистка сточных вод достигает такого уровня, что их можно пускать обратно в нормальное водоснабжение. В Стокгольме есть любопытный пример пивоварни, которая работает на воде, произведенной через очистку канализационных стоков. Ну, первоначально эта модель была использована в одном из стокгольмских районов, который называется Хаммер-Бешовстад. Этот проект начал реализовываться в 90-е годы. Сейчас реализация его завершена. Вот здесь вот очень хитрая и сложная схема интеграции инфраструктурных инструментов и инфраструктурных отраслей. Ну, погуглите, найдете эту схему. Вот. Эта модель принята была как модель развития инфраструктуры практически во всех новых горбостроительных проектах. Теперь, ой, стоп, коротко о самих проектах. Вот Хаммер-Бешовстаден, проект, который начался в середине 90-х годов, где-то к 18-му году он полностью был закончен. Это бывшая свалка и такой заброшенный такой бронгс, который превратился в суперсовременный район с очень существенным приростом стоимости недвижимости. Вестер-Хамнен в Мальме с известным шедевром Сантьяго-Калатравы Торниг Торисо. Проект стокгольмский королевский морской порт. Очень интересный, сейчас развивающийся проект. Будете в Стокгольме, рекомендую. Гитеборг, концепция развития города, которая называется Эльфстаден, город на реке, концепция рассчитана до 2050-го года и приведет к увеличению площади центрального Гитеборга в два раза. Ну вот, Наталья не рассказала о шведских проектах с Абриной Монсом, там есть очень интересные проекты. Опять же, будете в Гитеборге, там есть огромная экспозиция, которая посвящена этому проекту, и она доступна для широкой публики. Рекомендую посмотреть. Или найти ролик в интернете про River City, он, по-моему, называется. Город Лунд, это такой сайенс-парк и новый, абсолютно, город будущего, который приблизительно на 30% увеличит площадь города Лунда. Он строится вокруг двух крупных физических центров. Немножко я расскажу про Хаммер Вишовстан, поскольку это был один из самых знаковых проектов. Вот то, как это выглядело до, то, как это выглядит сейчас. Вот этот склон горнолыжный, это бывшие отвалы этих самых тоннельных работ и дорожных и так далее. Это очень новый проект Валла Стадан в городе Лильчопин. Любопытный тем, что, по сути, это проект, созданный по модели микродевелопмента. Там многие архитекторы выступили в качестве девелоперов в том числе. Есть споры относительно экономической успешности проекта в целом, но так или иначе он реализован, очень прикольный. Опять же, он построен и развивается, и есть информация в интернете, и можно поехать посмотреть его в жилье. Еще очень интересный проект, реализуемый в Мальме, это проект Сеги Парк. Это редевелопмент территории бывшей больницы, по-моему. Вот тут просто интересно посмотреть, как организована городская среда с позицией пересечения пространств, в том числе создания социального микса активного. и здесь очень интересно в плотном объеме насыщение этого места функциями, вот, и, собственно, сама логика производства этого через модульные конструкции, активное использование дерева и так далее. Теперь вот о, я буду, так сказать, быстро двигаться к финалу. У меня есть еще минут 6? Есть, да? 5, окей, значит, про, тогда я не буду читать, что здесь написано, вот, прочитайте сами, вот, но очень важно и этих принципов придерживаются шведские архитекторы достаточно активно, особые подходы в работе с эстетикой, современные математические инструментарии проектирования, управления проектированием, работа в командах, вот, пример, тех моделей сотрудничества, которые были реализованы, проекты, которые я перечислял выше, это, собственно, то, что тоже дает максимальный суммарный эффект, когда архитектура не замыкается в себе, а активно взаимодействует с городом, с девелоперами, с социумом и так далее. И очень важный момент, это просто пример, там, Хам Робишо как супер успешный проект по многим, так сказать, моментам, но этот проект активно подвергается критике, апдейтится, и то же самое касается практически всех городостроительных проектов. Умение анализировать, апдейтить, оценивать результаты, это тоже очень важный момент. Теперь про инструменты. Наталья говорила уже об этом, но вот объединение в одном комплексе мастер-плана, квартирографии, архитектуры, это очень важная история, потому что это идентификация места от автобусной остановки до собственного жилья. и только выстраивание этого в комплексе позволяет создавать качество в каждом из элементов. Ну, про камеры мы говорили уже о том, что эта модель, создав высокие инфраструктурные и экологические стандарты, при этом стала очень успешной экономически. Про архитектурное разнообразие как инструмент застройки, знаете, сегодня в градостроительных критериях в новых проектах шведских архитектурное разнообразие это пятый по важности в требованиях застройки. Очень интересный проект в Гетеборге Карла Стаден, где на очень плотной площади был создан настолько плотный микс социальных функций, чтобы этот проект имел максимальный успех и не был покинут людьми через какое-то время, при том, что центром застройки является 245-метровый небоскреб. Эта история любопытная была бы в Москве лет 10 назад. Это проект, который называется GrowSmarter, это проект реновации по-шведски, который доказал, что жилье постройки 60-х годов, находящееся в хорошем качестве, на 40% дешевле апгрейдить до супер высоких инфраструктурных требований сегодняшнего дня, чем сносить. Это примеры промышленной архитектуры, которые показывают важность для передачи ценностей и устойчивости людям, которые видят эти такие Energy Centers. Это про создание новых дестинаций, тоже благодаря архитектуре, это очень известный проект, который называется Tree Hotel, посмотрите его, за полярным кругом в Швеции, Arctic Bass, это там же построенный, там буквально в нескольких сотнях метров, суперспа с отелем, крупнейшая международная дестинация в этом месте, то, что дало развитие маленькому, никому неизвестному месту до сих пор, слева это городская сауна, построенная в Гитеборге, в юбилеум Спаркини, в центральном парке города, который будет закончен к 400-летнему юбилею Гитеборге. Вот несколько картинок из Карла Стаден, где градостроительные требования, там 70% объема документации проектной это городская среда, как она должна выглядеть, как она должна быть встроена климатически и так далее, и так далее. Это Брунскоп с очень интересными идеями вертикальной интеграции функций, технологий и так далее. Это про новую мобильность, которую архитекторы тоже должны интегрировать в городской контекст, например, там в Стокгольме, в Гитеборге там 30% всех городских парковок должны быть электрическими со всеми вытекающими функциями впоследствии. Деревянное строительство это вообще отдельная история, этому можно посвятить отдельную лекцию, к сожалению, сейчас очень мало времени, но давайте договоримся, можно на следующий арх в Москве, я об этом расскажу. Что касается локального энергоснабжения, то в Швеции есть такая концепция, которая называется город как электростанция, это самодостаточный город, который сам обеспечивает себя энергией, естественно, через интеграцию инженерии, солнечных батарей, функций внутрь физических объектов. Выбор материалов. Дерево, картен, бетон, три самых популярных материала сейчас в силу своей долговечности, в силу того, что технологии позволяют делать дерево абсолютно пожаробезопасным и сохраняющимся в течение 20 лет без повреждений. Огромное количество дерева в фасадах, в интерьерных объектах, в уличном освещении и различных конструктивных элементах ландшафта. опять же, площади под зеленые крыши, площади под urban gardening, биологическое многообразие, вот, все, одна минута заканчивается. Про биологическое разнообразие я говорил чуть выше, да, но вот такие вот отели для насекомых, это абсолютно нормальная история, вот, в Королевском морском порту все озеленение высажено таким образом, что оно создано с учетом естественной миграции насекомых, для того, чтобы оно развивалось естественным образом, и, так сказать, не возникало противоречий с, вообще там, как бы, тема, где живут лягушки, каракатицы, ящерицы и так далее, это одна из тем, которая обыгрывается внутри города, в том числе, в ландшафтных решениях, и активно поддерживается социумом в результате. Масштабируемость, да, математические модели отдельная история, они используются даже в градостроительном проектировании, вот, есть очень интересные кейсы в Швеции, есть компании, которые давно занимаются математическими моделями, BIM, это, так сказать, только маленькая крупица того, что используется, то есть, планирование, основанное на данных, это, собственно, то, что дает огромную фактуру для того, чтобы проектирование было максимально устойчивым. это, собственно, пример адаптации архитектуры к сложной инженерной начинке. Вот, и последнее, это такая, в качестве пищи к размышлению, да, если Швецию повернуть на 90 градусов, она очень хорошо напоминает территорию нашей страны и по протяженности, и по, так сказать, климатическим зонам. вопрос о том, почему и что из этого можно было бы реализовывать здесь. Спасибо. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok